ну смотри на самом деле ты очень ценный товарищ я понимаю можно сказать с нуля как зарождался театр и есть такие вещи которые кроме тебя ну просто знать никто не может уже вдруг я забыл возраст ну во первых мы как сергей дело в том что значит я может быть не сергей андреевич сергей потому что потому что сергей сказал если я буду тебя называть при всех в театре но этика театра сергей андреевич тогда ты должен меня называть алеги дарчи на этом мы сошлись алик и сергей все вот ну как ведь значит я дружил начну с нуля фактически я дружился с аркадем николаевичем куприяна с аркашкой с 4 класса вот потом мы заканчиваем вместе 625 школу вот он с изучением английского языка с математикой то есть у нас здесь уже были расхождение так но так как мы дружили а он поступил в институт культуры то естественно всегда оказываем влияние аркадий потому что мне было с ним интересно общаться и он говорит эти познакомились очень интересным человеком ну давай вот это был тот период когда начать уже почти под окончание это где-то 72 год вот аркадий открыл тогда щелковский театр он тогда заболел антокольским он постоянно мы с ним уходили он мечтал антокольского значит функции он я тогда для себя открыл функции он с помощью аркадия вот он начал предварительно делать свои какие-то наброски вот я им антокольский честно меня не тронул вот не знаю в отличие от шекспира реча 3 который просто как бы в лес в мозги антокольский все-таки тяжелый стих честь себя я не знаю может быть ты скажешь что это очень легко и прекрасно запоминается вот но но не знаю очень была мысль сделать этот спектакль поэтому аркадий меня пригласил щелковский театр я посмотрел этот спектакль я уже не помню какой там тогда уже был французский театр да по-моему да и мы просто аркадия привел и сказал что вот он начинает работать с этими ребятами потому что они все готовились к выпускным спектаклем что сергеев что опять вот и они как-то на этом я так понял что они соединились и загорелись вот этим театром вместе то есть я через театр через аркадия познакомился с сергеем институт культуры да 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 этюды и также как пригласили сделать это на базе щелковского да 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 с этими актерами так вот все эти весь курс значит выпускной ну точнее ну половину курса побывали у меня дома потому что у меня была богатая очень фонотека до сих пор полторы тысячи пластинок вот и записи я не знаю там тоже идет полторы тысячи пленок конечно с меня на даче все свалены бобины и поэтому для каждого спектакля кто-то как эти вещи там эти воды там по маковскому не там делали по художнику еще какие-то мы подбирали музыку был какой творческий процесс метод очень заинтересовало потому что все таки уже тогда заканчивал мои вот ну мои это свои свои дела там значит вычислительная техника а тут все таки что-то такое живое слово ну и в общем в моей комнате также была сделана студия я там с помощью вверх это монитофона ревербератор сделал там их эхо голоса капли там какие-то делали то есть звукового оформляли спектакль и у каждого значит человек только приходил бы приготовь мне фонограмму где мы начинали кропать там делать эту фонограмму я втянулся вот тогда я втянулся нет просто подружески естественно мне просто было интересно вот так мы с сергей познакомились и он привел своих друзей вот я помню познакомился там ой алан 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 васильич даже фотография была кстати вот у меня две фотографии талан вот где там сергей в шляпе вот тоже спектр какие-то этюды аркадий этюды там в общем и как-то начали вот так потихонечку переходить как раз к натокольскому потому что аркадия заинтересовал очень сергея и они решили совместно делать этот спектакль значит но до этого до этого возникло что когда они выпустились значит решили сделать театр авангард это была точка капотня это как бы первые студии и мне мои были первые попытки на сцене тоже сергей всегда давай на сцену все вообще к сергею относился как честно вот как старшему брату потому что у меня сестры вот я к нему сюда очень прислушивался он учил как готовить там еду он прекрасно готовил значит знакомил с историей армении познакомился со всеми его друзьями но но правда он немножко давил по поводу армении всегда говорил сергей не будем дальше об этом говорить я знаю что в армении добывается марганец и самое золотое золото в мире ходу мы от политики всегда уходили я всегда сергей говорил давай так политику вообще в сторону вообще эти вопросы нужно не трогать то что художник должен быть вне политики это моя точная вот личная точка зрения в отличие в отличие от ленина который писал партийные там литературы искусства и так далее я против этой работы потому что художник должен быть вне политики иначе это иначе это не художник вот и вот мы он меня завлек но хотя это последний курс института это четвертый пятый я диплом писал я втянулся еще в театральную работу значит вот это 20 минут с ангелом я предлог привлек своих своих сестер мы раскрыли раскрыли афиши по всему городу театр авангард и там я помню где-то сохранилась эта афиша мюзикл абсурд с двумя роялями и скрипкой с поворотным кругом да вот такие несповедимые нет я тогда жил наоборот как раз недалеко от тебя через москву надо есть вот это сейчас я живу с капотнем да рядом с капотнем ну вот а тогда начать я даже мои родители ходили на спектакль мы очень долго там репетировали аркаде там фотографии хотеть фотографии черно-белые аркаде снимал потому что я был на сцене вот да но у 20 минут с ангелом да по-моему они совместно это была постановка вот там кстати как него фишки да 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 я у меня была камер 16 метр миллиметровая туда приходил думаю надо все таки такие вещи заснимать то что я еще не знал кто такой горкалин вот такой же как и все мы его фотографируем эти пленки к сожалению у меня исчезли как найти не могу у гена петрова остались вот он там гримировался но это без звука правда было я все время вспоминал его этот смех когда он гримируется интересный парень очень и никите да да и в общем на сцене я себе попробовал конечно все таки технический склад ума и работа на сцене это разные вещи я стал себя как говоришь режиссировать со стороны понял что не мое это я с удовольствием запоминал цифры и схемы а текста давались все-таки тяжело честно говоря соседа по гостинице вот мы слюды как раз там на фотографии есть ну и валерга горкальный миссис виталика марте он там из никитину закинать петрович ему то они троем на этой сцене я же это мы этот самый там яша виленский со скрипкой это я же виленский а со скрипкой сейчас он же есть в программке кислицкий нет кислицкий был позже кислицкий был позже капотный нам только позже сейчас зварич 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 в халате это был зварич вот в общем конечно очень интересные были спектакли меня это была школа просто репетиции это после мои мои через всю москву опять в капотную там репетиции порой допоздна и потом надо было очень трудно добираться на метро обратно но это был процесс очень интересный до сих пор вспоминаю со смехом это когда репетировали и кто-то засмеялся время репетиции на спектакле сергей ну может быть это он придумал а может быть он использовал чье-то это говорить во время текста мяу я произношу свой свое слово через каждое слово надо говорить мяу я мяу пришел мяу там ну и так далее чтобы сначала мы как бы хохотали чтобы на сцене не было хохота то есть уйти от этих вещей вот это мы все это сделали сверху свалилась дохлая мышь у нас была у всех истерика вот такой не случай жизни мысль дали люди говорили мяу потом кто-то пригласил у нас гипнотизера вот долго-долго просто смотрели кто как впадает в странство но во время репетиции кто как насколько зависим самый интерес самым зависимым оказался валер горкалин вошел в транс и лежал над этим головой и пятками на двух стульях ему протыкали шилом на меня это был вообще экзотик а он потом ничего не помнил вот вот такие эксперименты стоял сергей андреевич очень любопытно так что да вот ну а дальше я закончил мои ребята сделали значит там продолжали в дк работать притом значит я мы несколько спектаклей сыграли потом значит начали вот эту постановку продумывать антокольского аркадий нажал на сергея что заинтересовал его этим потому что сергей хотел ставить ричард третий и вот тогда вот у нас шла такая что вначале антокольского франсуа виона или ричард 3 вот я помню что даже помню первые строчки здесь нынче солнце чертая зима увлекающие лето превратила учили вот франсуа виона значит это был 74 год кстати мы начали делать и значит ричард 3 был а сейчас вспомню что такую вещь что мы хотели еще одну вещь сделать потому что я звонил Насколько я помню, это сейчас в 1974 году, я вернусь, потому что тут в показаниях могу теряться. Ну, в общем, с Аркадием, да, начали продумывать Францавион. Насколько я помню, что мы начали делать, Сергей ко мне приезжал на Большую Черемушкинскую, я там жил, кстати, недалеко от Нагорной, где и Аркадий жил, потому что мы вместе ходили в школу. И мы начали продумывать Францавиона тогда с музыкального ряда. То есть я прочитал Францавиона, и мы начали продумывать все сцены, где какой шум, где капли подземелья, где музыка тревожная, предвосприятие и так далее. Тогда попался у нас фонограмма, от которой я просто фонотел в этот «Пинк Флойд», «Вишу Вихе», естественно. И мы вот эти фрагменты, вот эти, стали потихонечку вставлять. Они вначале были в основе спектакля, потом была заменена музыкой хорошей, балладами. По-моему, Андрей Мировов, да, написал вместе с Сергеем. Минаев, Минаев. Ой, Андрей Минаев вместе с Сергеем. Музыка прекраснейшая, просто великолепно сословали где на эту музыку. А вначале была фонограмма, мой магнитофон, ноты вот такие. Потихонечку выпускали, там, звук капающих кабель, там, шорохи, там, вой какой-нибудь. То есть вот такие. То есть у меня была звукорежиссура, вот так вот, в спектакле. Ну, что еще в тот момент, можно сказать, что там я в Капотне познакомился с Сергеем Овчаровым. Кстати, он тоже в студии потом играл в спектаклях. Сейчас он теперь Сергей Борисович. Овчаров, кинорежиссер Барбаняда и так далее. А, ну, еще шута не было тогда. Шут был, он постоянно был. Он шут был до Виона. До Виона, да. Он вообще самый первый, потому что первый состав Щелковского театра, они сделали Лотара, как раз шут на троне. Слушайте, это самый, вот этот, тот спектакль, который был сделан там, он был переделан, фактически. Но шут он при тебе делался? Он переделывался из того, который был в Щелковском театре. То есть он был раньше? Да, раньше, да. Ну, фактически, это был готовый спектакль оттуда. Вот, и все же актеры пошли за Сергеем и за Аркадием. Ну, тогда. Но они вдвоем, да, держались Сергея? Держали, да, да. Ну, потом они разошлись, конечно. Как все творческие люди вдвоем, очень трудно творить. Почему, почему они разошлись? Ну, не знаю. Не знаю. Здесь, ну, там, я, ну, тогда условно, маленькие такие, семейные такие вещи. Могу, конечно, сказать сейчас тоже. Да, Сергей меня простит. Вот. И Аркадия тоже простит. Обоих нету. У Аркадия была Мила Разбаш, его девушка. А Сергей его вел. Тут уже конфликт, извините, на не творческой, а, так сказать, любовной эстезе. И Сергей с Милой сошелся. Они жили на цирке Девернандского, проспекту Вернандского. Цирка, новая цирка. Я был у них в гостях. Когда родился их Алик, кстати. Назовал сын. Помнишь, он приходил к нам? Я его знаю, да. Вот так вот. Вот. А я помню, вот, что он на руках держал. Сергей показывал мне. Вот мое произведение. Вот. Я же был тогда, только-только вот Мила родила, где-то месяц или два прошел. Я у них в гостях был. Вот. Аркадий, естественно, отошел. Поэтому вот и возникла такая вещь. Но я остался с Сергеем. Понятно. А скажем, меня интересует, вот, Щелковская студия. Там изначально все говорили о Москве, да? То есть вот... Ну, я вообще его не видел, не знал. Да, этот я его не видел. Потому что я просто сразу запомнил Валеру Александровича, Виталика Артемова. Потому что вот Гаркалин, он говорит, что вот он этого помнит, о Москве, да? Да. Он о нем говорит. И, кстати, о нем очень мало кто говорит, о Москве, но вот Гаркалин говорит. Ну, может быть, он лучше больше его знает. Да, потом он, как бы, ушел, я так понимаю, в Москве вместе с Сергеем и с Аркадием. Да, потом уже, как бы, он вообще ушел. Да. Такая история была. Ну, я не был, как бы, в руководстве. Я был при театре. Да. Мы просто дружили. Ну, что здесь еще? Да. Еще в 74-м я звонил Градскому, когда он сделал, ну, после событий Чили, он написал рок-оперу, стадион. Вот. Я прослушал фрагменты, потому что я еще был в МАИ, а у нас был человек, который знал его, дал мне его домашний телефон. Вот. И я позвонил, помню, из ЭТМВТ, когда мы уже, я уже работал в ЭТМВТ, делали Эльбрус, я позвонил Градскому с предложением. Я говорю, вы знаете, у нас есть театр Орликин. Тогда он не был Эльбрус, тогда он был авангард еще. Вот. Что мы, у нас очень хороший коллектив, хорошие голоса, и если у вас сцена, я говорю, в Капотне, и если у вас есть желание, значит, можно было соединить ваше произведение, в ваших участников, с нашими участниками, сделать этот рок-опер-стадион, потому что нам это близко. Вот. Он сказал, нет, нет, я справлюсь сам, я попробую своими силами, то есть не пошел на контакт, я говорю, ну, жалко. Ну, и не получилось ни у Градского ничего, так он не поставил стадион, кстати, до сих пор не поставил, сколько лет прошло. Вот так вот отказался зря. Сергей Андреевич соглашался, да? Так он меня как раз спросил, чтобы я нашел, его позвонил. Я нашел, позвонил. Вот. Ну, потом, естественно, еще был период, что я ходил на эти всякие джаз-концерты. И мы с Алексеем Козловым. Вот, потому что мне очень нравился коллектив Алексея Козлова. Тогда он был такой молодой, не сейчас как маститый такой весь, маэстро. Вот. Тогда он носил вот такие длинные волосы. И, опять же, через этого человека, музыканта, который учился, с которым я вместе учился в МАИ, он дал мне телефон и его, Алексею Козлову. Я говорю, хорошо. Вот. Я позвонил Алексею Козлову, который, с удивлением, быстро согласился на встречу. Вот. Это было на метро Преображенское. Сергей Андреевич там снимал квартиру, одну комнату. Я притащил свою опять ноту, потому что она была, приставка, мобильная, бобинная. Вот. Приехал Алексей, очень приятный человек, я говорю, настолько свободный в общении. Только что, я говорю, только что из американского посольства, там еще. Очень серьезный разговор был, потому что мы продумывали Иисус Христос в суперста. Притом просматривали сцену, где должен быть ансамбль. То, что там духовые, где должны играть на сцене, там, в общем. Было много разработок. Он, там несколько встреч было. Он, в первую встречу, я помню, потому что после американского посольства он записывал на мелодии композицию джазовую «Хлеб». Под названием «Хлеб». И вот я первый раз прослушивал, у него бобина профессиональная была и этот вариант, который для прослушивания. Ну, бобину, естественно, на ноту не поставишь, а вариант для прослушивания у меня был. Я так жалею, что я не свистнул, потому что я больше не слышал вот эту композицию, которую он записал. Вот, может быть, он сейчас, может быть, в Ютубе уже распространил свои ранние композиции, потому что на меня это произвело очень большое впечатление. И вот Алексей Козлов, значит, Сергей говорил, что нужно очень много, вот, музыка, джаз и рок, он все-таки очень трудный русский язык ложится. И он часто тогда работал с этим, чтобы русский текст ложился на джазовую и роковую композиции. Сергей тогда очень согласился, вот, еще помню, что он сказал Сергею Андреевичу, если вы хотите прорваться с театром, со спектаклями и так далее, дружите с американским посольством, что он, кстати, потом и сделал, кстати. Тогда еще от Алексея Козлова был, вот, так что он такое зерно заложил в театр. Потом я ушел в армию на два года, и уже потом, как раз без меня родился на Ордынке театр Орликин. Сергей, мы переписывались, мне вот такая кучка писем, кстати, надо отсканировать, прислать. У меня письма сохранились. Да, вот, он программки не посылал, там еще. Сказал, что, к сожалению, как-то вот дальше не пошло. Получилось, я связующим звеном был между Козловым и Сергеем, и все, и не получилось. Но зато вот эта сценография, то, что мы нарисовали, я когда пошел в Моссоветы на Иисуса Христа первый раз, я говорил, так это же наше. То есть не пропало. Каким образом вот эта сценография оказалась там. Не сценография, пардон, художественное воплощение сцены. Вот имеется в виду. Какого материала? Иисус Христа. А, Иисус Христа. Да. То есть вот это? Вот это вот с проходкой наверху, ансамбль внизу. То есть я вот так прям думаю, надо же. То, что мы нарисовали, притом у нас нарисовано было макеты. А скажи мне, а Франсуавиден, вот сценография, декорации, вот это решение Креста. Креста, дело в том, что, значит, сейчас скажу, 77-й год, в 78-м году, в 78-м году, как раз вот тогда родилось вот это решение. Нет, Креста родился раньше. Креста родился уже без меня на Ордынке. Вот, потому что я когда пришел, я увидел вот эту афишу, когда пришел из армии. Я же пришел в 77-м году и сразу с театром. Вот, уже была готовая афиша. Вот эта красивая, которая висела, Лотарь, шут на троне. И уже был Крест. Вот это вот решение. Кто придумал, не знаю, честно. А театр уже был в филармонии? Тогда, не знаю, но я помню, что я опять, сейчас вот территориально, я все время приезжал на Чистые пруды. В этот большой Харитонский переулок. И все творилось там, вот в его комнате. Длинные-длинные в конце. Да. И вот оттуда, значит, где все это было, не помню, честно говоря. Но я знаю, что потом перевезли декорации в МАИ, что там было пять или шесть спектаклей весной. Студенты. Я помню, с конной милиции было, что не давали прохода. Первый скандальный театр, потому что в Москве узнали, что в конце будет Крест и Вознесение на небо. Ну, это вообще... Вот. Мои сестры пробирались через кордон, а я наверху сидел за этим пультом. Там очень хороший миксерский пульт в ДК МАИ был. Там Марк играл, да? Вот там уже был Марк Ефимов, да. Вот. Олег Бернов, по-моему, позже. Нет, это... Был намного позже, да. Там был Артемов. Да, Артемов, да. Там был, скорее всего, Борис Пигулевский, да? Да, по-моему. А ЖОЖ был? ЖОЖ, конечно. ЖОЖ, естественно. Вот. И вот это была тогда первая такая скандальная постановка. Некоторые отголоски были в публикациях. Потом был 79-й год. Вот это скитание театра по таким вот базам. Я помню, что, значит, при мне эта база «Локомотив» была. Вот. Где тогда наехали, уже это первый раз наехали по-крупному. И мне пришлось... Хорошо, я тогда вошел в совет молодежного клуба «Ритм» от Октябрьского райкома комсомола. Вот. И я тогда пришел в райком комсомола и сказал, что, ребята, надо спасать театр. Ну, вот у нас были все-таки помещения, это кафе. Я помню, что мы... Мне дали автобус. И тогда мы с помощью этого автобуса, тот реквизит, который надо было спасти, увезти. Вот мы тогда такую операцию сделали. А в связи с чем наезд был? А я не помню. Как всегда, что-то не получилось с руководством. Как всегда Сергей говорил, что вот, значит, что они что-то не заплатили. Скорее всего, всегда вот кто ждал театр, я так понял, что всегда ждали от Сергея денег. Он принципиально денег не давал кому-то на руку. Вот это было его кредо. Он говорит, не умею отдавать деньги. Мне бы своих прокормить и продержаться, и все. Платить за аренду и так далее. Всегда. То есть, касса должна быть чистая. Давать в конверте он не намерен. Вот от этого, я думаю, что все эти вещи-то и были. Постоянно, кстати. Только из-за этого. Поэтому он... Это сейчас вот время откатов. Притом считается, что откаты, само собой, разумеется. Вот. А Сергей, да, он был не как все. Поэтому... Поэтому и сложный. Поэтому такая география у театра, что он скитался по всему Союзу. То есть, это проблема взяток всегда, да? Да. Почему и взятки, и благоданность от... От сущего возник спектакль. От спектакля, да. Я помню, что как раз мы поменялись. Я взял... До сих пор у меня лежит третий тонн Ричард Третий Шекспира. А, потому что я как раз тогда прочитал свою роль и так далее. А Сергею... У меня было 12 книжек Островского. А это спектакль. Сергея у меня попросил. И я очень рад, что они у него остались. Потому что для меня это не так нужно, как для театра. Вот. Я потом Сергею говорил, считай, что я тебе подарил. И тогда как раз зародилась вот относительно взятки или благодарности. Потому что это гениальная вещь. Вообще все постановки, пьесы по Островскому, это гениально. Они актуальны на сегодняшний день еще более. Это классика, которая жива всегда. Относительно других постановок. Многие были задумки еще, которые вот так вот возникали, исчезали. Очень иногда мы ходили с Сергеем на другие спектакли. Вот я вспомнил, как мы ходили к Марку Розовскому. Я тогда с ним познакомился. Потому что рядом жил. На Суворском бульваре. Там же 5 минут, сколько, 3 минуты я там в театре. Вот. Познакомил меня Саша Филипенко. Потому что он дядя моей жены. Ну, родственные отношения такие. И Марка Розовский пригласил вот на бедную Лизу. Ну, значит, прийти посмотреть. Я думаю, кого-кого. Ира не могла у меня жена пойти. Я же с Сергеем говорю, Сережа, пойдем посмотрим. Марка Розовская, бедная Лиза. Пришли. Посмотрели. И первый раз я услышал от Сергея Андреевича такую вещь. Чтобы поставить русскую вещь, надо в себе убить все национальное. Я говорю, гениально. Кстати, он прав. Все-таки. Вот. Относительно других вещей. Ну, то, что мы спасли. Я немножко переметнулся. Что мы спасли декорации, увезли в наш кафе-клуб Ритм. Там дали порядка 5-6 спектаклей. Кстати, в восторге. Все эти партийные ребята приходили. Они были очень удивлены. И сказали, что это так здорово, когда в кафе играется театр. А там у нас 150 человек было. Еще Беликовича не было. Еще на досках не было. И так далее. А тут у нас уже первые такие попытки. Такого мобильного театра. Мы же тогда думали сделать мобильный театр. Типа как автобус, чтобы приехать там. Очень хорошая мысль. Я знаю, что Сергея все время стремился на большую сцену. На большую, да. А что он соглашался на мобильный. На мобильный, да. При мне это было очень редко. Да. Нет, но было это интересно. Параллельно такой же театр был театр-студия «Человек». Людмила Романовна Рыжкован. Вот они тоже у нас были. Вот они где-то друг за другом. Вот. Она была вообще в восторге, потому что они поставили Маяковский о времени и о себе. И это было в кафе. Все, что происходило. И мы как бы действующие лица. В сущности, так же было и в спектакле почти. В каком-то одном. Я не помню. А, что-то на троне, по-моему. То есть, столики занимались. Вот. То есть, были такие эксперименты. А что дальше, с чем он сейчас... Если так раскапывать... Ты же помнишь, наверняка, вот эту историю с Особняком, да? Да. Он сказал, что Новослободское открылось. Мы тогда с Ирой пришли, с женой. Нам так понравилось. То есть, такой уютный, классный спектакль. Вот прям домашний. То, что необходимо было для театра. Я говорю, Сергей, ну это же супер. Куда ты попал? Потому что туда же ходил. По-моему, туда в гости ходил. Ходили все из Вахтангов. Там же... Симонов был. Симонов был. Дети-космонавты там. Вот. Это... Мы были поражены, да. Так, а... Александров. Александров. Он же тогда туда приходил. И Сергей был приглашен к нему в гости. Он мне рассказывал, что он был в гостях у него. И Александров был просто в восторге от театра. А это все-таки членка... Ну как он? Как он? Академик. Он... Президент академии. Он президент академии наук был. Да, после Келдыша. Кстати, он же после Келдыша был Александров. Все правильно. Вот. Это такая величина. То есть, люди были просто в восторге. Но видно, этот восторг вызвал у кого-то какую-то непонятную зависть и злость. И опять думаю, что это опять связано с деньгами. Всякие там ЖЭКи, эти швондеры. Как бы надо побольше денег. Там столько народу ходит. Значит, там у них деньги есть. Сергей, естественно, кроме того, что за аренду он не давал. Вот. И тут начались какие-то непонятки. Мне Сергей говорит, там такие подметные письма. А я уже тогда работал в ТАСС. Я ушел делать самую электронную верстку. Ушел от Эльбруса, ушел в ТАСС. Вот. И когда начались вот эти гонения вдруг, аресты, вот эти вещи. Хорошо. Там Мизинов у нас Саша был опять же к Усаму. Пришел, говорит, Саша, там надо спасать опять театр. Я говорю, как-то надо там, я не знаю, я понимаю, что это Голос Америки. Но пусть ТАСС хоть сообщит тогда, чтобы Голос Америки. Я об этом не говорил. Саша поехал со мной, вот мы с этим, фамилия-то у него какой-то Вершинин был, да, заведующий, Баумунский, как у него сейчас, Новослободский, как там этот округ партийный. Ну, там Гришин, я знаю, вмешался. Там потом, нет, а местный секретарь. Может быть, Вершинин. 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 Вот. Мы как раз столкнулись с ним. Вот. И Саша Мизинов там говорил, что как-то решить надо, зачем вы делаете силовым путем, там все. Тот ему стал говорить, что там бегают чуть не в неглиже. Помнишь, там в Трекове, что какие-то соседки там жаловались. Ужас какой-то. Вот. Ну, Саша сказал, что надо же все-таки нормально, культурно. В конце концов, тот что-то разъярился на нас, Саша Мизин. Ваше дело ТАСС, значит, идите пишите про политику. А тут про культуру. Фактически, послал у нас тогда. Вообще, было очень неприятно. Вот. Ну, Саша сказал, ну, я не могу. Он поговорил, кстати, с отделом культуры. Потом получилось так, что были стремительные события с этим арестом. Я помню, ездил вместе со всеми по этим судам, на этим автобусе. То это Московская область, то Москвы, там, с этими письмами, чтобы освободить. Ну, в конце концов, каким-то образом все-таки освободили. Но двое были под арестом. Я не помню, кто. Да, но даже потом третьего взяли, когда воду пытался передать. Да, да. А, Голиков, да, Голиков. А потом третьим уже был. А первый взял Эдик и Григоря. Да, Эдик, да, да. И Овика, да, Овика. Это прекраснейшие люди. И Овик вообще, конечно, жалко, что так отошел тоже в мир иной, к сожалению. Он уже занялся в свое время джазом, распространением этих коллективов. А с Голиком мы познакомились здесь тоже не очень. То есть, тогда были, естественно, знакомы, виделись не очень давно. Ну, лет 10 назад. Он архитектурой шли, начал заниматься. Он как архитектор. Они с Овиком поддерживали все время дружеские отношения. И Овик сказал, что он сейчас архитектурой занимается. Потом, ну, Эдик сейчас теперь, я вижу его в Фейсбуке. У него же целая школа там, да, по-моему, пантомимы учебные. Молодец. Эдик вообще удивительный человек. Вот такие вот судьбы.